Всем привет! Добро пожаловать на обзор Deo Nexia 2013 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 355 тысяч рублей. Выражаю благодарность официалному Dialog Auto за предоставление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Такие ключи. Давайте приступим. Базовая комплектация с кондиционером без гидроусилителя руля. Ветровики установлены. Открываете с ключа. Двухцветный тканевый салон. Продолжение следует... Трехспицевая руль Пятиступенчатая механика Здесь нет гидроусилителя руля Рулевая колонка, к сожалению, тоже не регулируется Она намертво закреплена Сейчас давайте включим фары А также аварийную сигнализацию Противотуманные фары Электропакета, к сожалению, здесь нет в этой комплектации Механические регулировки Стекла, соответственно И узеркал Сейчас давайте откроем капот Арчаг находится вот здесь Штампованные 14-дюймовые диски Размерный шин 185х60 Здесь нет Продолжение следует... Продолжение следует... Что касается технической составляющей, то здесь установлена рядная четверка, 16-клапанная, расположение двигателя переднее, поперечное, объем 1,6, мощность 109 л.с. Максимальная скорость автомобиля составляет 185 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 11 секунд, расход топлива в городском цикле это 9,7 на 100 км, в загородном цикле 6,3. Объем топливного бака составляет 50 литров. Привод передний. Криленс автомобиля составляет 158 мм. Передняя подвеска независимая, пружинная, Макферсон. Задняя, полунезависимая, пружинная. Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Снаряженная масса автомобиля составляет 1025 кг. Полная масса 1530 кг. Объем багажного отделения составляет 530 литров. Длина автомобиля составляет 4482 мм, ширина 1662 мм, высота 1393 мм и колесная база 2520 мм. Сборка данного автомобиля осуществляется в Узбекистане. Сборка данного автомобиля. Сборка данного автомобиля. Все прерви, отвлеки от charitable компания. Привод принимать Giovanni assets, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Водительское сидение имеет механические регулировки, продольное, спинка сидения, регулируемые подголовники, также ремни безопасности. Продолжение следует... Регулирование угловных фар... Двухцветный пластик применяется в отделке. Продолжение следует... Все на бюджетном уровне. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. Продолжение следует... Белые циферблаты приборов... Цифровые часы, настройка, задний выигрыш стекла. Здесь установлен кондиционер... Регулировка потоков воздуха... Кондиционер, рециркуляция... Различные режимы... Включая передние стекла... И, соответственно, температура. Аудиосистема... Клорион... Четыре динамика... Включение и отключение... Звук... Шесть станций... Вход USB и AUX... Поддерживает MP3... Меню... Включение между различными треками... Либо между станциями... И, соответственно, поиск станций... Перевернуться и прикуриватель... Либо можно использовать в качестве разъединения... Пятиступенчатая механика... Чтобы включить заднее... Нужно потянуть за кольцо... Центрального подлокотника, к сожалению, нет... Некоторое подобие подстаканника... Я думаю... Даже если вы положите сюда... Что-то... В каком-то стаканчике... Он, в любом случае, упадет... Основное зеркало с заднего вида... Без автозатемнения... Солнцезащитные козырьки... К сожалению, макияжных зеркал нет... По крайней мере, со стороны... Водителя... Светка... Штурманский свет... Со стороны пассажира есть... Макияжное зеркало... Как я уже говорил... Качество отделочных материалов... На бюджетном уровне... Твердый пластик везде применяется... Регулировка зеркал... Механическая, соответственно... Дефлекторы в вентиляционных отверстиях... Автобеля хорошая обзорность... Но, если честно, при моем росте в 188 см... Мне здесь немного тесновато... Учитывая, что рулевая колонка, к сожалению, не регулируется... Очень сложно подобрать удобное положение для водителя... Именно для рослых водителей... А в целом, учитывая... Цену автомобиля... То, что он бюджетный... Я думаю, большего не ждешь... В других комплектациях более богатых есть электростекоподъемники... Блокировка стекол... Возьмем ключи... И переместимся на второй ряд сидений... Открывание крышки бокальника... Также ручка бензобака... Дистанционная... С места водителя... Пепельница... Очень оригинально открывается... Вешалка... К сожалению, центрального подлоконника здесь нет... Задние динамики... Абсолютный минимализм в интерьере... Но, тем не менее... Выходная возможность... Призлloc回來 на калюту... Улица. Внутриники подмежа метрами... Прямо в связи сirim... П Allegка по возможности... Прямо в связи сш темно... verm-надеб-тряс-elliği. Это почти не верту... Но, тогдаiembre... Отвесrouhh... Наверное сделали местности... В самой максимальной комплектации люкс будет полный электропакет, кондиционер, гидроусилитель руля и литые диски. Стоимость ее составляет 390 000 рублей. Второе отсидение не очень просторное и уже над головой у меня не осталось места, к сожалению. Если учитывать тот факт, что передний пассажир будет взрослым и водитель, то для задних пассажиров практически места вообще не останется. Сейчас давайте посмотрим, насколько вместительна багажное отделение. Подсветка. Руководство по эксплуатации. Ключи, баллонник и полноразмерное запасное колесо с домкратом. Открывание лючка-бензобака. Довольно вместительный багажник. Довольно вместительный багажник. Субтитры сделал DimaTorzok И такие же механические регулировки имеют и пассажирское сидение Перчаточный ящик Чистично набит тканью Небольшой Вполне неплохой бюджетный автомобиль На этом обзор DL Nexia 2013 года выпуска завершен Я надеюсь вам понравилось Подписывайтесь на мой канал Всем удачи, берегите себя Всем хорошего настроения И увидимся в следующий раз